Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 26. Вопрос 3809. Сразу ли начали исследовать, оказавшиеся в эмиграции, отчего постигла такая катастрофа всю Белую Русь? И правильное ли направление приняли их исследования? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Задолго до эмиграции многие видели, что так бесконечно продолжаться не может, и рано или поздно оно сорвется. Пробовали, как и во всех государствах, тушить путем подавления восстаний, репрессиями. Не помогло. Случайно ли, что уже при полыхавшей революции на стыке 1917-18 годов, впервые церковь официально стала говорить о необходимости дать людям более понятное богослужение? Тьма в народе была такая, что сравнивать с апостольскими временами духовное состояние христиан просто не приходится. Запретить слушать агитаторов, якобы ратующих за низы, было никак невозможно. В пустоту душ хлынуло самое отвратительное, самое зломное. Грабительское, низменное принималось и стали бравировать бессовестностью, жестокостью. Евангельское вести даже в то время так и не было слышно. Подумаем, что если бы точно так вот все и было, но население России было бы заменено первоапостольскими христианами, то что бы мы увидели? Читайте, житии за первый век была полная победа света над тьмой. Самое страшное, что исследовать поистине так и не начали. И даже напротив того глушили живую мысль, когда она направлялась по нужному руслу. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Проснусь, и в темноте со стула, где спички и часы лежат в глаза, как пристальная дула, глядит горящий циферблат. Закрыв руками, грудь и шею вот-вот сейчас пальнет в меня, я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня. От цепенелого сознания коснется тиканье часов, благополучного изгнания я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотела, чтоб это вправду было так? Россия, звезды, ночь расстрела, и весь в черемухе овраг. 1927 год, Берлин, Владимир Набоков, Пророк Исайя 29.3 Я расположусь встаном вокруг тебя, и стесню тебя стражую наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление. Шапка закидательства кончилась, хмель сошел. В день именин, а может быть рождения, был заяц приглашен к ежу на угощение. В кругу друзей за шумной беседой вино лилось рекой, сосед поил соседа. И заяц наш как сел, так с места не сходя, настолько окосел, что, отвалившись от стола, с трудом сказал, «Пшли домой, да ты найдешь ли дом?» Спросил радушный еж. «Пади, как ты хорош, ушлек бы лучше спать, пока не протрезвился. В лесу один ты пропадешь. Все говорят, что лев в округе объявился». Что зайца убеждать? Зайчишка захмелел. «Да что мне лев?» Кричит. «Да мне ль его бояться? Я как бы сам его не съел. Подать его сюда пора мне с ним рассчитаться. Да я семь шкур с него спущу и голым в Африку пущу». Покинув шумный дом, шатаясь меж стволов, как меж стволов идет косой, шумит по лесу темной ночью. Видали мы в лесах зверей почище львов, от них и то летели калачья. Проснулся лев, услышав пьяный крик, наш заяц в этот миг сквозь чащу продирался. Лев цап его за воротник. «Так вот, кто в лапы мне попался!» «Так это ты шумел, болван!» «Постой, да ты, я вижу, пьян! Какой-то дрянь нализался!» Весь хмель из головы у заяца вышел вон. Стал от беды искать спасение он. «Да я, да вы, да мы, позвольте объясниться, помилуйте меня, я был в гостях сейчас, там лишнего хватил, но все за вас, за ваших львят, за вашу львицу, ну, как бы тут мне было не напиться!» И когти подобрав, лев отпустил косого. Спасен был хвостунишка наш, лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного, но обожал подхалимаш. Сергей Михалков «Из страны получился крепкий гулаг, вся страна сделалась огромной тюрьмой». Иезекииля 3.25 «И ты, сын человеческий, вот, возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». «Вот, я вошел и дверь прикрыл, и показал бумаги, и так толково объяснил». «Изекииля 3.25 «И ты, сын человеческий, вот, возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». «Вот, я вошел и дверь прикрыл, и показал бумаги, и так толково объяснил, зачем приехал в лагерь. Начальник, как уключено, скрипит, и ни в какую. В кино мне роль поручена, опять ему толкую. И вот, для изучения такое ремесло имею направление. Дошло теперь? Дошло. Вот это мы приветствуем, чтоб было, как с копирки. Вам хорошо под следствием полугодиков в бутырке, чтоб ощутить с затылочком, что чуть не расстреляли. Потом по пересылочкам. Тогда бы вы сыграли». «Внушаю бедолаги я настойчиво, с трудом. Мне нужно прямо с лагеря, не бывший под судом. Да вы ведь знать не знаете, за что вас осудили. Права со мной качаете, а вас еще не брили. Побреют. Рожа сплющена, но все познать желаю, а что уже упущено, талантом наверстаю. «Да что же околесится?» Опять он возражал. «Возражать пять лет в четыре месяца экстерном, так сказать». Он даже шаркнул мне ногой для секретарши света. «У нас, товарищ дорогой, не университеты. У нас не выйдет с кондачка из ничего конфетка. Здесь от звонка и до звонка у нас не пятилетка. Так что давай-ка ты валяй, какой с артиста толк. У нас своих хоть отбавляй, сказал он и умолк. Я снова вынул пук бумаг, ору до хрипа в глотке. Мол, не имеешь права, враг, мы здесь не в околед, не в околотке. Мол, я начальству доложу, оно, мол, разберется. Я стервенею, в роль вхожу, а он, гляжу, сдается. Я вражи удержа, мне нет, бумагами трясу. Мне некогда сидеть пять лет. Премьера на носу. 1978 год. Владимир Высоцкий. Все позади. И КПЗ, и суд, и прокурор, и даже судьи с адвокатом. Теперь я жду, теперь я жду, куда, куда меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать, куда, куда меня пошлют. До Воркуты идут посылки долго, до Магадана несколько скорее. Но там ведь все, но там ведь все, такие падлы, суки, волки. Мне передач не видеть, как своих ушей. И вот уж слышу я, за мной идут, открыли дверь, из сонного подняли. И вот сейчас, вот прям сейчас, меня куда-то повезут, а вот куда, опять паскуды не сказали. 1963 год, Владимир Высоцкий, Иезекииль 23,49, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог. Идут во мрак забвения панура все те, кто крови проливал реки. Калифы, жигущие библиотеки, итог, вемат, зловещие фигуры, и чванятся, пожалуй, лишь Тимуры, мол, не у всех же внуки у Лукбеки. Леонид Мартынов. Иеремия 14,20. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Иеремия 57. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили. Мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом надеждою отцов их. Прогданиил 9,8. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой, обрызганной душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по оврагу, и погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. 1837 год Михаил Лермонтов Иеремии 6.23 Держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосерды, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою.